Друзья, всем большой привет! Вы смотрите и слушаете очередной выпуск Русского радио-шоу. Хочу напомнить, что Русское радио-шоу — это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей Грифиц, ваш учитель русского языка и радиоведущий, и сегодня со мной моя прекрасная коллега и подруга Анастасия. Всем привет! Я соскучился по тебе. О, это приятно, я тоже. Мы не виделись пять или шесть месяцев. Это правда. Ты помолодела. Продолжай. Ты должна теперь мне сказать... Нет, мне очень понравилось начало. Ты должна мне тоже комплимент сказать. Ты похорошел, Сережа. Ты не стал хуже, Сережа. Ура! Друзья, это выпуск номер 63, и этот эпизод предназначен для студентов, чей уровень примерно B2C1. Я думаю, что вы слышите это по темпу нашей речи. Но если вы что-то не поймете, если вы услышите новые слова и фразы, напоминаю, что вы всегда можете на моем сайте RussianRadioShow.com скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого эпизода и многих других эпизодов. Есть как бесплатные транскрипции, так и платные. Так что заходите на мой сайт RussianRadioShow.com Анастасия, сегодня у нас очень интересная тема. Ну-ка. Недавно я в интернете увидел статью. Это статья на сайте одной российской газеты. И статья называется так. «Шесть забавных привычек русских, которые возмущают иностранцев». Всего шесть? Я думаю, что их намного больше, но в этой статье упомянуты шесть забавных привычек. И когда я прочитал эту статью, я понял, что это на 100% правда. Нет, это на 500% правда. То есть мы сегодня будем говорить о стереотипах. Это не стереотипы. Ну как? Ведь у всех русских разные привычки, но наверняка есть и какие-то общие. Да, об этом поговорим. Друзья, как всегда, поставьте лайк, подпишитесь на канал RussianRadioShow. И готовьтесь, друзья. Сейчас вы узнаете много интересной информации. Мы начинаем. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио шоу. Первый пункт, который фигурирует в этой статье. Делаем так. Я читаю фрагмент статьи, а потом мы комментируем. Договорились. Итак, первый пункт, первая привычка русских, которая удивляет иностранцев, это то, что мы открываем окна настиж даже в мороз. Фрагмент статьи. Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивлялась, откуда у россиян такая странная потребность в постоянном проветривании помещений. Когда она работала в московском офисе, то постоянно сталкивалась с тем, что ее коллеги даже в холодную погоду умудрялись открывать окно. Цитата. «Московский офис. На термометре минус, а коллеги открывают окна, чтобы все сидели и тряслись, пока отопление включено и вся энергия тратится впустую. Откуда эта русская одержимость? Где бы они ни были и при любой погоде, они всегда должны что-то проветрить», написала Анна-Лена. Это правда. Это правда. Давай вспомним, когда мы раньше приезжали к моим родителям в Калининград. Я думаю, вы знаете, что мои родители живут в России, в Калининграде. Мы приезжали зимой. Да. На улице было очень холодно. Как было в квартире? Очень жарко. Было не то, что очень жарко. Мне кажется, что в квартире было плюс 30. История в том, что отопление в России, в большинстве российских городов, обычно очень усиленное. То есть все батареи греют, и в квартирах очень жарко. Давай начнем с того, что отопление в России очень дешевое. И обязательное. Практически везде оно есть. Например, в январе и феврале, когда я был в Барселоне, мы с друзьями из России отапливали нашу квартиру по-русски. Потому что нам было очень холодно, и мы на всю мощность включили бойлер, отопление. И мы заплатили 400 евро за газ. И после этого мы поняли, что это не Россия. Будем экономить газ. Но это правда. Да, мы любим проветривать, нам нужен свежий воздух. И, конечно, это странно. Есть даже такая шутка, что мы отапливаем улицу. Это правда. Потому что дома очень жарко, очень-очень жарко. Особенно в квартирах, в которых нельзя регулировать температуру. Есть люди, которые любят открыть окно во время сна. То есть вот они спят, и у них должно быть открыто окно. И не важно, что на улице минус. Я, например, не могу спать, когда очень холод сильный из окна идет. Но многие могут. А я очень люблю спать, наоборот, в холодном помещении. Но при этом я должен лежать под очень толстым, теплым одеялом. То есть мне должно быть тепло, а в комнате должно быть очень холодно. А я не люблю, когда дует холодом. Мне не нравится. Друзья, это была первая странная привычка, которая, судя по этой статье, возмущает иностранцев. Идем дальше. Да. Вторая привычка. Привычка лить воду. Многие из нас действительно любят валяться в ванне, стоять под душем 30 минут. Это я. Рыбка. Я люблю стоять под душем 20-30 минут, потому что для меня это медитация. Я стою, о чем-то думаю, думаю о работе, об уроках и смотрю на часы. Ой, прошло 30 минут. А потом ты звонишь мне и говоришь, Настя, я придумал гениальную идею. Да, Настя знает, что когда я стою в душе... Или когда ты бегаешь. Вот два момента. Да, это то время, когда у меня просыпается, во мне просыпается креатив. Открываются чакры и связь с космосом. Да. Итак, привычка лить воду. Многие из нас любят вдоволь валяться в ванне или стоять под душем для удовольствия. А вот у европейцев нет такой привычки, гласит статья. Например, в Германии, чтобы экономить воду, во многих семьях принято заполнять посудомоечную и стиральную машину только на ночь, потому что ночью действуют более дешевые тарифы. И честно могу сказать, что после того, как я переехал из России в Европу, это было 18 лет назад, я действительно стал больше экономить воду. Например, когда я чищу зубы, я выключаю воду. Я тоже. Когда я жил в России, я включал воду, мочил зубную щетку, значит, чистил зубы, и вода лилась. Три минуты, пять минут, и я чистил зубы, потому что у меня в голове просто такой код вшит, что Россия большая, у нас много воды, много нефти, много ресурсов. Это и есть ответ на вот этот факт, что если вода недорогая, люди ее не экономят. Но как только цена повышается, все сразу начинают экономить. Третья привычка, которая кажется странной иностранцам, это наша вера в приметы. И это правда. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, русские верят в приметы, особенно старшее поколение. Например, есть очень много примет, и я думаю, что вы, дорогие друзья, тоже о многих слышали. Нельзя свистеть дома. Если ты вышел из квартиры или из дома, что-то забыл и вернулся, тебе надо посмотреть в зеркало. Что еще? Черная кошка. Черная кошка. Это интернациональная примета. Нельзя открывать зонт в помещении. В общем, примет очень много. А как это? Присесть на дорожку. А, да, присесть на дорожку. Если вы планируете отправиться в какую-то долгую поездку, то нужно перед тем, как выйти из дома, сесть, посидеть 10 секунд, потом встать. Все садятся. Да, и пойти. Я не знаю, почему. Напишите в комментариях, какие странные русские приметы вы встречали. И я хочу процитировать жителя США Алекса Коллинза. Вот фрагмент статьи. В США, например, свист является выражением удовольствия. Я понятия не имею, почему это так не работает в России. Кроме того, если мой багаж собран, моя квартира убрана, а мои проездные документы в руках, какова цель посидеть непосредственно перед выходом? Мне сказали, что это как безмолвная молитва на удачу. Как красиво. Да. Друзья, кстати, вы, пожалуйста, комментируйте, какие приметы есть у вас, какие русские приметы вы знаете, и они тоже вам кажутся странными. Обязательно напишите в комментариях. Следующая примета, хотя я бы сказал, что это просто часть нашего менталитета, нашей культуры, одеваться так, чтобы произвести впечатление. Ай, да. Многие иностранцы отмечают, что действительно, особенно русские женщины, не только русские, скажем так, славянские женщины, и украинские, и белорусские, они любят очень красиво одеваться, и, как правило, они замечательно выглядят. Ну, и нас этому учат с детства, потому что все праздники уже в детском саду обязательно проходят в красивых нарядах. В школе то же самое. Мамы приходят тоже в красивых нарядах с прическами, учителя. Ну, и с детства ты привыкаешь, что женщина должна за собой следить. Кстати, поскольку я опять стал студентом, и у меня совсем скоро экзамен по испанскому языку в Барселоне, я вспомнил интересный случай, когда я в России учился в университете, я пришел на экзамен в шортах, и мне сделали замечание, почему я не оделся празднично на экзамен. Я вспомнил, что действительно, когда мы были детьми, когда мы были молодыми, у нас была такая традиция на экзамен одеваться, как на праздник. Красиво. Ну, я в шортах не приходила, но я понимаю. А я вспоминаю еще в своих тоже студенческих лет, как моя однокурсница зимой купила сапоги. Была страшно довольна. Зима, снег, лед, дороги не везде чищены и не везде ухожены. Она купила сапоги вот на таких шпильках, потому что это красиво. Потому что красиво важнее, чем удобно. Ну, я люблю удобную одежду и обувь, и я тогда смотрела просто с большим удивлением. Мы скажем вам, почему русские женщины всегда прекрасно выглядят. Но сначала я хочу прочитать фрагмент этой статьи. И здесь, значит, цитата англичанина Ричарда. Я все время ссылаюсь на статью, потому что это российский портал, и я не гарантирую, что это реальные англичане и американцы. Итак, цитата. Мне нравится, что русские женщины, покидая дом, неважно, куда они идут, всегда стараются выглядеть как можно лучше. Еще мне нравится, что русские женщины умеют наносить макияж так, что получается красиво, но не так, как будто на лице слои штукатурки. И мне кажется потрясающим, что женщины здесь хорошо умеют ходить на каблуках, в отличие от Британии, где женщина покупает модные туфли и падает каждые два шага, говорит англичанин Ричард. Ну, не знаю, прямо англичанки так падают. Англичанки плохо ходят на каблуках, не все, но очень многие я видела. Ну и не все русские девушки хорошо ходят на каблуках, но большинство все-таки прям профессионалки. Я думаю, вы замечали, что если вы находитесь на каком-нибудь курорте, на пляже, в какой-нибудь южной стране, и если на пляже вы видите девушку в 10 часов утра практически в вечернем платье с красивым макияжем и с красивой прической, то, скорее всего, это будет русская девушка. Теперь я должен сказать, почему. Так исторически сложилось, что мужчины в России и в Советском Союзе жили плохо, мало, были войны, мужчины умирали, и женщин намного больше, чем мужчин. Поэтому это ответ на вопрос, почему женщины так хорошо выглядят, а мужчины, как правило, плохо выглядят. Это правда. Потому что среди женщин очень большая конкуренция. Они должны всегда быть в форме, они всегда должны быть готовы. А мужчины знают, что даже если у него большой живот и от него плохо пахнет, он все равно найдет себе женщину, потому что их много. Самое интересное, что даже когда уже выровнялось количество мужчин и женщин, ну, относительно, все равно эта тенденция оставалась. Девушки продолжали очень за собой следить, а мужчины продолжали думать, что они такие уникальные. Что, конечно, привело к последствиям определенным, но это уже совсем другая история. Я не помню, кто из всемирно известных модельеров, или Карл Лагерфельд, не помню, кто сказал, что если бы он был женщиной и жил бы в России, то он стал бы лесбиянкой. Это был такой комментарий, что мужчина в России плохо выглядит. Хотя молодое поколение выглядит отлично. И давай еще небольшую оговорку мы с тобой здесь, допустим. Городское население и население деревень или маленьких городов. Разница есть тоже. Идем дальше. Следующая привычка, которая кажется странной иностранцам, и это последняя привычка, это гендерные стереотипы. Действительно, я не знаю, с чем это связано. Или с религией, или с влиянием Азии и Ближнего Востока. Но женщина в России это слабый пол. И речь идет не только о размере зарплат. Это факт, что мужчины получают больше. Не только в России, во многих странах Европы такая ситуация. Но действительно, мужчины и женщины в России не на равных. Воспринимаются по-разному и абсолютно не на равных. Это выражается в некоторых приятных моментах и не очень приятных моментах. Ну, когда за меня мужчина несет тяжелые сумки, я согласна быть слабым полом. И у меня в семье принято, что все тяжелое таскают мужчины. Я тяжести не ношу. Но вот когда на работе, например, я с этим не сталкивалась, но мои знакомые подруги, да, на работе женщине платят меньше, чем мужчине, это неприятно. Да, это правда. Потому что работаем-то мы тоже столько же, сколько и мужчины. Это была пятая привычка, я вас обманул, не последняя. Сейчас последняя, шестая. Она мне понравилась больше всего. Это наша русская привычка всегда все доедать. Выкидывать хлеб нельзя, выкидывать продукты нельзя. Из них нужно что-то сделать, что-то придумать. Конечно, это советское время, наш советский менталитет, когда не было еды, не было продуктов. Последствия голода, потому что тоже об этом надо помнить. Допустим, моя бабушка пережила в детстве голод. И, соответственно, ты что, не дай бог что-то было выкинуть, это преступление. Моя мама до сих пор все жарит второй раз, третий раз. Например, она до сих пор может сделать пасту. Очень много этой пасты. Конечно, мы немножко поели, и осталась еще половина кастрюли. А утром с яйцом, с сосисочками. Да. Значит, на следующий день утром она разобьет в эту пасту яйцо, перемешает и сделает такой омлет с пастой. Потом она останется еще. Эта паста вечером, она сделает уже там какой-то пирог, это все поставит в духовку. И, в общем, мы эту пасту будем есть три дня вместо того, чтобы выбросить ее или и в следующий раз сварить поменьше пасты, например. Нет, так не делают. И еще одна привычка, я думаю, что можно к этому пункту ее, так сказать, прибавить, что, что касается еды, мы очень боимся, что наши гости подумают, что мы жадные. Поэтому, например, когда мы приезжаем в гости к моим родителям в Россию, то стол просто ломится от блюд, там есть все. Это самое хорошее выражение, именно ломится от блюд или ломится от еды. Русское радио шоу Вот такой у нас сегодня получился эпизод русского радио шоу. Надеемся, что вам было интересно и, конечно же, важная информация. Мы ждем вашей реакции, мы ждем ваших комментариев. Друзья, пожалуйста, пишите нам, какие привычки вы знаете, какие вам нравятся, какие не нравятся, согласны ли вы с тем, о чем мы сегодня говорили. А может быть, кто-то расскажет про какие-то привычки и приметы в ваших странах? Расскажите нам. Пишите, мы всегда с удовольствием читаем все ваши комментарии. Если вы хотите, чтобы я стал вашим учителем русского языка, то я с удовольствием стану им. Все контакты, ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на русское радио шоу в инстаграме, в фейсбуке. И самое главное, изучайте русский язык с удовольствием. Я Сергей. Я Анастасия. До следующего выпуска. Пока.